Сергей, послушай внимательно. Это... Управление уголовного народа. Снимай, Анатолий, как есть. Фамилия даже не представьте, пожалуйста. Устаньте, поднимемся. Сергей, это уголовный народ. Это наш. Поднимитесь, молодой человек. Поднимитесь, пожалуйста. Так, сюда к Сене подойдите, Сене. А что вы не делали? В том, в чем обвиняют. А в чем обвиняют? В том, чего я не делал. Ладно, задолбали. В чем обвиняют? В том, чего я не делал. Опять направо? На право, направо. Я занимаюсь пирсингом, рутуировками. Миллеровым, колорированием. Сергей, представься. Представься. Это наша Сенка. Позовите мне адвоката. Тогда будет ваша Сенка. Сняли, сняли. Меня еще в Москве сняли, и что? Меня в интернете сняли. Ваш имя канал? Не знаю. Зовут вас Сергей? Вроде нет. Сергей, тебе в суде потом все это будет показывать? Год рождения. А зачем мне это показывать? Да, будет показывать? Здравствуйте. Год рождения. А что говорить-то? Ваше мнение о вашем содержании. То, что я не виновен, не обвиняюсь в том, чего я не делал. Чем я увлекаюсь? Помогаю деду жить. Где работаете? Нигде. Ну, представься. Зачем? Ладно. Меня зовут Сергей Николаевич Серж Красный. Коновалов. Да, Коновалов мне подсказывает. А что дальше говорить? Год рождения? Тогда, когда я родился. Число и месяц. Это было в какой-то месяц, в каком-то числе. Где работаете? Сейчас не работаю. А где раньше работали? Раньше работал много где. Конкретно? В хлебном доме. Открывал свои салоны. Мясные магазины. Потом... Вообще, в общем, мое образование это... Евроремонт. Он это в интернет отправит, я знаю. Образование какого соображения? Я опять стану звездой! Да? Ладно, Анатолий, все, заканчивай. Ладно. Образование какого? Образование среднее и специальное. Это не специальное. Какое конкретно? Что заканчивают? Тебе? Тебе? В качестве примера плодотворной работы следователей совместно с сотрудниками Уголовного Роска можно привести пример задержания 27-летнего Сергея Коновалова, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в совершении насильственных действий сексуального характера. Установлено, что Коновалов в период с января 2009 года по ноябрь 2010 года у себя по месту жительства в одной из квартир по Тихорецкому проспекту совершил ряд преступлений в отношении двух 15-летних подростков. 3 февраля 2011 года после перевода Коновалова из изолятора временного содержания Калининского района в Кресты он скончался. По предварительной версии смерть наступила от сердечного приступа. По данному факту проводится доследственная проверка. Калининского района